В античности о старости думали не только философы, но думали и медики. Я сейчас познакомлю, несколько имен назову. Гиппократ – это V-IV века до Рождества Христова. Это где-то во времена, когда жил Платон, Гиппократ. И Гален во II веке. Вы знаете, вся эта наука о старости – это очень медленно развивающаяся отрасль. Вот вопросами стариков, старости вообще, люди заниматься начали, по-моему, вот уже где-то в наше время имеется в виду, XIX-XX века. Так вот, эти Гиппократ и Гален указали на некоторые особенности людей пожилого возраста, но не дали ответа на вопрос, почему умирает человек. Вы знаете, что это так интересно? Никто не знает, почему мы стареем и почему мы умираем. Столько было гипотез. Были гипотезы, что потому что там нету какой-то пищеварения. Мечников наш, думая о продвении жизни, изобрел мечниковская простокваша такая была. Кисломолочные продукты, что они как-то улучшают микрофлору желудка и способствуют долголетию. Конечно, хорошо просто квашу пить, но это не является гарантией долголетия. Думали, что в наше время уже, что это на уровне клетки что-то, информация какая-то клеточная. Я хочу сказать вам, никто не знает и до сих пор никто не знает, почему человек стареет и почему он умирает. Он стареет и умирает, потому что так написано, сказал Господь. Да будут годы их... Помните, были какие годы? А потом сказано, да будут годы их 120, а потом сказано 70 и больше крепости 80. Скоро мы лишь не будем жить. А? То есть, вы понимаете ли, что Господь так сказал, так оно стало. И никто не может перешагнуть через это. На протяжении всего существования человечества люди спрашивали, задавали этот вопрос, почему? И неизвестно почему. Почему умирает человек? В качестве гипотезы был предложен взгляд. Он держался тысячелетия. Потеря природного жара и влажности. Старики, они мерзнут, и сухая кожа у них. Поэтому стареющий организм нужно согревать и увлажнять. Теплые ванны, массаж с маслом и уксусом. Это в Греции так делали. Нужна физическая и умственная активность. Знаете что, я не могу переоценить это последнее. Мы потом будем говорить об этом в научном взгляде и в библейском взгляде. Умственная и физическая активность. Человек должен размышлять и должен двигаться. В меру, может быть и уменьшенная мера по сравнению со молодостью. Но он должен двигаться и он должен размышлять. Даже в науке такие советы, что если тебе нечего делать, решай кроссворды, запоминай стихи, изучай иностранные языки, запоминай слова. Вы понимаете, чтобы тут семя работало. Оказывается, от этого зависит, как будут ноги ходить, как будет печенка работать. Я не знаю, потрясающе просто. От активности головы зависят все наши внутренние органы. Это самый неожиданный вывод, который я сделала, изучая этот вопрос. Достижение греческой медицины унаследовал Авицена X-XI века. Ибн Сина или Авицена – арабский философ, арабский медик. Арабский медик, который посрамляет всю нашу современную медицину. У меня есть его трактат о медицине, написанный в стихах. То есть, понимаете ли, он мог безо всяких анализов, взявши за руку, рука сухая или влажная, горячая или холодная, глаза, какая радужная оболочка, просто посмотрев, какое дыхание. Просто посмотрев, глянув человека, взявши за руку, он мог поставить диагноз и прописать лечение. Знаете, это замечательно. Это замечательно. Я никогда не понимаю, когда врач, который 40 лет уже лечит одну и ту же болезнь, он же должен уже, не знаю, вот глянуть и сказать, что там у человека, что там происходит. Посылают на анализы, потом анализы невнятны, надо переделать. Приборы, вот эта девочка, которая умерла от рака, она целые два месяца, она провела на обследование в Москве, там дали какие-то даже гранты или как-то там называется, в общем, деньги обеспечили для нее. Всем этими, как они называются, все тело, УЗИ, это часть тела, это все тело просвечивается. И представляете ли, что показали анализы? Что у нее рака нету. А у нее была последняя, четвертая степень самого тяжелого, самого ужасного рака. А приборы показали, ничего нету. Но прибор тоже он прибор, понимаете ли? Поэтому я читаю с наслаждением этого Авицену, думаю, интересно, преподают эту маленькую книжечку в институтах или нет. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Так вот, Авицене, он особенно подчеркивал, вот, обратите внимание, что подчеркал Авицену, потому что это будет подчеркивать и наша вот научная мысль о старости. Роль интеллектуального труда, слышите? Спокойной, размеренной жизни, при достаточном количестве сна. Для чего разумно? Жить даром и спокойной, и размеренной, при достаточном количестве сна. И интеллектуальный труд должен быть. Я подумала, как дивно Господь сделал. Для верующего человека все эти условия обеспечены. В церкви всегда есть интеллектуальный труд, потому что есть проповеди, есть Слово Божье, есть размышление твое, понимание с этой точки зрения. Ты прочитал, ты, может быть, другой взгляд имеешь, ты сопоставляешь. Вы понимаете, изучение именно. Исследовать описание сказано, да. А вот размеренность, в чем она проявляется? Это в распорядке дня или в определенное время подъем или что-то? Да. Вы знаете, что в старости очень важна размеренность, упорядоченность, если я свою шапку, шарф положу в другое место, сами понимаете, как я буду бегать, искать ее. Она должна на одном месте, чтобы я вслепую находила. Где там Библия у меня лежит, где у меня сумка лежит. Я не могу позволить себе бросать, где я нахожусь. Понимаете ли, это все должно быть на своем месте. Обязательно. Поэтому никогда никто не трогает там, что на столе у меня там порядок, беспорядок. У меня свой порядок внутри там есть. Размеренность. Это режим, порядок. В одно и то же время у тебя питание. Нет такого, что ты завтракаешь в 4 часа дня, потом ты ночью доедаешь, что ты там не доел еще. И у тебя все летит. Размеренно должен желудок работать. Размеренно весь организм должен быть. Понимаете, сердце не перегружено. Мотор наш. У тебя должно работать и работать. Стучать и стучать. Понимаете, как нечего его сбивать с толку. Какими-то горячительными средствами. В общем, опаздывать нельзя. Выйти заранее. Потому что мы не можем бежать за трамваем. На ходу скакивать. Побежал, вскочил. Что может быть. То есть, понимаете ли, вот это вот имеется в виду. Размеренная жизнь. И ты уже смотришь. Так. Это мне придется отказаться. Это я уже не могу. Значит, это я уже не буду делать. Понимаете ли, и я. Как это слово такое я слышала. Делегирую свои какие-то обязанности кому-то другому. Это делает кто-то другой. Мне уже это не оселить. Вот. Спокойной, размеренной жизни. При достаточном количестве сна. И когда ему было 17 лет. Он написал исследование о душевных силах. Он использовал взгляды Гиппократа. То есть, вот видите, какая связь была. Гиппократа, который где он там. 5-4 век до Рождества Христова. А это 10-11 век. Уже нашего времени. Вот. В каждом человеке действуют 4 стихии. Земля, воздух, вода, огонь. Огонь и воздух. Вот исток тепла. Земля с водою холодят тела. Ребенок полон хлипкости и влаги. А юноша под жарости, отваги. От полдня до закатного конца. Взор тверже, суши, тяжелей сердца. Вот такие стихи он написал. Ну, потом, значит, его мысли в 13 веке подхватил философ Роджер Бекон. Он написал о предупреждении старости и сохранении чувств. Это фактически он популяризировал мысли Авицены. Леонардо да Винчи, разносторонний гений. Он описал человеческое старение как трагедию. Если Цицерон показал старение как плод завершения жизни, то Леонардо да Винчи рассмотрел как трагедию и доказательство эфемерности существования. Вы знаете, что эфемерность существования – это очень распространенная идея не Леонардо да Винчи и не Авицены. Это идея индуизма, что все в мире – майя, кажимость. Я помню, два года я жила и работала в Индии. И потом 10 лет дома расхлебывала это все, что я там наглоталась. И после этого я покаялась. Так что вот получилось, Индия послужила таким у меня катализатором внутренних процессов. Я отцу писала письма оттуда. Говорю, папа, в этой жизни все майя, все эфемерно, все эфемерно. Так, кажимость. Он мне писал, нет, это не кажимость. За эту жизнь Христос пролил свою кровь. Все, он меня на ноги поставил. Понимаете? Христос родился в этот мир, чтобы за эту жизнь, вот, она полна значения и смысла. В этой жизни нужно родиться свыше, в этой жизни нужно найти Бога. То есть это никак не является эфемерностью. Вы знаете, что если нету Бога и нету у тебя смысла вот этого рождения свыше, человек должен родиться свыше, то тогда действительно эфемерность. Вот она есть, вот ее нету, это жизнь. Ну, так вот, Леонардо да Винчи, он под влиянием тоже этой старинной философии. Он описал также внешние признаки старения и первый начал анатомию Леонардо. Он скрыл тело столетнего старика и сопроводил многочисленными зарисовками вот это, что там внутренности его. В произведениях Шекспира и Мольера можно видеть физические и психологические особенности стариков, как они описаны еще у Галена. То есть вы чувствуете, какая связь и какой огромный перерывы какие между этими открытиями. И потом опять все принимают, что вот так вот. И дальнейшего развития геронтологии нету. Так, но тем не менее никто не ответил на вопрос, почему умирает человек. И даже на вопрос, когда умирает человек. У нас это знают только органы социального обеспечения. Они определили... Такое время есть, понятие годы дожития. Как-то там они делят, когда пенсию считают, они считают, сколько человек еще может прожить. Годы дожития. Это havergreen! Субтитры создавал DimaTorzok